Друзья, перед просмотром хочу прокануть вам канал Дмитрий Рэй. Автор пишет истории сам. Заходите и подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Рэй. Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Рэй. 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 Звук издает. Хочется побросать всё и спрятаться от него. Добежать некуда. Вокруг лес. Звук всё громче. Видимо, оно ближе подходит. Гарик с психу выстрелил пару раз в сторону. Но это ничего не изменило. Тот огонёк окончательно перетрусил. Не стал дожидаться, чем кончится. И рванул в сторону. Как мы только эту собаку про себя не кляли. Бросило в такой ситуации. Но сами были на таком взводе, что по инерции рванули за псом. Бежали. Словно от этого зависит попадание в олимпийскую сборную. И это всё в полной экипировке. В начале нашего забега Гоу стал потише. Но потом стал нагонять нас. В висках застучало. Даже голова стала кружиться. Но останавливаться никто не собирался. Позади уже слышался и вполне различимый хруст веток. Но оборачиваться было ещё страшнее. Внезапно лес раступился. И мы скатились по полугому выступу к реке. Огонёк ждал нас уже там. Веляя хвостом. Тут уже все почувствовали себя в безопасности. Посмеялись над собой. Покурили. Даже несколько страшилок про лес потравили. Решили возвращаться. Только к лесу подходим. Опять этот кул. Чем ближе к деревьям, тем громче. Словно ждёт нас за ветками то самое оно, о котором предупреждал Сергеич. Пришлось обратно к реке возвращаться. Так мы по берегу обратно и двинулись. Пришлось крюк огромный делать. Но вариантов никаких. Стоит от реки отойти немного. Сразу этот звук уши режет. А оно будто вместе с нами двигается. Ведёт нас. Ждёт, когда кто-нибудь чуть подальше отойдёт. До деревни мы добрались лишь к вечеру следующего дня. Старику стало уже лучше. Он хоть и был очень слаб, но уже сидел на кровати. А всё пытался сам похозяйничать. Конечно, мы ему рассказали всё. Ожидая, что у Сергеича найдётся объяснение нашей страшной истории. А тот лишь пожал плечами. Ветер, наверное. Как мы не поступались. Как не просили. Ничего не рассказал. Закрылся старик. Лишь улыбается. А стали давить на то, что сам же научил к воде одержаться. И за чёрной камень не заходить. А он кивает. Мол, жар был. Наговорил чепухи. И огонёк рядом сядет со спокойным видом. Словно поддерживает во всём хозяина полностью. Будто не было ничего. Так и уехали. Не солоно хлебавши. Через четыре месяца дед Никифор умер. Подкосило здоровье. Видимо, та горячка. Да и лет ему всё-таки было. Унёс с собой тайну в могилу. О загадочном оно, ходящем по тайге и боящемся воды. Не дал объяснений нашей страшной истории. В зубровку мы больше не ездили. Гарри, когда к родителям мотался, заглянул в деревню. Но, говорит, уже всё без старика не то. И лес чужим стал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова